Вы на канале DaVinci, с вами Даша Виноградова, всем привет! Сегодня слепим классные новогодние игрушки, которые можно будет поставить на стол, то есть они будут стоять самостоятельно. Они мне напоминают что-то подобие деревянных конструкций. Есть такие тоже игрушки, они сделаны только из дерева, но чем-то вот они похожи. Кстати, вам привет от моей кошки Алисы. Она сегодня пришла мне помогать, ей очень не хочет уходить с моего рабочего стола. Посмотрите, какие у нее красивые зеленые глаза. Итак, по поводу наших игрушек. Я рисую сразу же все три шаблона, то есть у меня будет вот такая елочка. Шаблоны, конечно, вырезаю. Первая елочка, она будет стоять самостоятельно за счет того, что она будет с четырьмя гранями. Да, наверное, я правильно говорю. Эта елочка будет стоять за счет того, что у нее будет подставка, а звезда будет сделана по принципу первой елки, то есть с вот этими вырезами по середине. Итак, начнем. Я беру достаточно толстые пласты, два складываю между собой, чтобы толщина изделия, ну то есть толщина одной и второй звезды была примерно 3-4 миллиметра. То есть слишком хлипкие не делайте, они могут не так смотреться красиво. И очень важно, конечно же, чтобы толщина была одинаковая. И тут, что самое главное, когда мы вырезаем наши вот эти вот вырезы, да, я не знаю, как правильно, ну вырезы, в принципе, прямые, они должны быть по ширине не меньше, чем толщина основных звезд. Ну вот, то есть если толщина в итоге вашей звезды там 3-4 миллиметра, вы должны вырезать вот эту вот часть шириной, например, если звезда 3 миллиметра, вы должны вырезать шириной чуть-чуть больше 3 миллиметров, ну то есть 3,5 миллиметра пусть будет так. Если вы ошибетесь и сделаете чуть-чуть меньше вырез, ничего страшного, вы потом лезвием сможете его подрезать после запекания. Это очень удобно, потому что у меня тоже сразу одна звезда в другую не входила после запекания, и я подрезала чуть-чуть лезвием, очень аккуратно, лезвием удобно все снять и в итоге подогнать так, как нужно. Видите, как у нас должно получиться? То есть один вырез от верхушки звезды должен доходить до середины, и второй вырез снизу должен доходить тоже до середины. То есть они должны соприкасаться, то есть если мы приставим одну сплошную звезду, то у нас идет вырез полностью через нее, ну вот грубо говоря, вот так, да, если мы приложим одну звезду к другой. Вот тут она у меня замечательно заходит, но я чуть-чуть подрезала, я ее уже запекла, вы обратили внимание, да, что я ее затонировала сначала темно-синей пастелью, а потом еще и черной, и конкретно хорошо затонировала черной пастелью именно края. Срезы, сами срезы, мне вот захотелось сделать их прям темными. И вот так как декор у меня будет из пуговиц, я катаю много вот таких вот шариков, одинаковые они получились за счет того, что я раскатала на пастомашине пласт и вырезала кусочки с помощью круглого катера. А дальше уже с помощью дотса с круглым наконечником мне получилось создать вот такие выемки, очень похожие на пуговки, и затонировала я их тоже по чуть-чуть со всех сторон черной сухой пастелью, ну немного, совсем чуть-чуть. Так как звезды уже запечены, то есть они твердые, а пуговки у нас из свежей глины, для того, чтобы у нас все хорошо соединилось после запекания, нам нужно между пуговкой и звездой нанести гель FIMO. Тогда после запекания он соединит все в одно единое целое, и все будет крепко, хорошо держаться. Смотрите, как я расположила пуговки. Я делаю сейчас с помощью иголочки дырочки и продену туда что-то подобие нитей из полимерной глины, как будто я эти пуговицы туда пришила. Также обратите внимание, я уже все запекла, чтобы пуговки у вас находились друг напротив друга на каждой звезде, ну то есть вот как я показываю сейчас, чтобы все гармонично, красиво, аккуратно смотрело, чтобы когда в профиль смотрите, например, на одну звезду, чтобы они у вас находились все на одном уровне. Также не забывайте, когда у вас звезды будут сырые, сделать отверстие для того, чтобы вдеть туда кольцо, чтобы потом сделать веревочку, потому что эта звезда у нас будет висеть. Но также мы можем не вдевать кольцо, и эта звезда будет как декор, просто стоять на столе или стоять рядом с елкой, тоже очень классно смотрится. Чтобы ее освежить и добавить такого зимнего эффекта, я решила по периметру полностью сделать просто белые точки акриловой краской. Заметьте, акриловая краска у меня матовая, не глянцевая, чтобы не было вот этого блеска, ну как бы он здесь особо не нужен. И рисую вот такие простые обыкновенные снежинки, звездочки, снежинки. Потом в эти снежинки в центр каждой я вклею по одному камушку. Но это я уже показывать не буду, просто потом в итоге вы увидите результат. Там ничего в принципе сложного. Дальше моя вторая елочка, вторая игрушка, первая елочка, у нас их будет две, это первая из елочек. Она вот такой вот формы, и ее фишка в том, что да, она будет стоять на отдельной подставке, но еще у нее будет висеть вот такой вот шар. Диаметр этого шара примерно 2 см. Я его вот так вот искупала в красных блестках. У меня получился такой очень яркий, очень блестящий диско-шар, я бы сказала даже. И вдеваю в него, я его буду сейчас запекать, вот на этой губке, чтобы он не деформировался. И, конечно же, на этом этапе нужно вдеть штифтик, чтобы вместе с ним елочный шар запекся, и мы могли потом прицепить его к елке. Кошка моя опять ходит по столу, и мне приходится ее прогонять. Она так любит посмотреть, что я делаю. Экструдер, белая полимерная глина, и мне нужна тоненькая нить. Так как насадок с одной тоненькой нитью у меня нет, я взяла вот такую насадку, которая даст мне только одну нить. Ну, вы поняли принцип, да? Потому что мне много нити не нужно, чтобы они мне вылазили. И теперь оформим елочку. Я ее еще не запекала, но теперь по периметру хочу пройтись вот такой белой нитью. Очень удобно прижимать, аккуратно пальчиком, и в то же время она соединяется, так как елочка не запечена. Но это мы можем сделать только с одной стороны. Вторую сторону после этого запекания нужно нам оформлять вот такой вот белой нитью. Еще я решила сделать вырез в виде звезды. Маленький вот такой катер у меня есть. Им очень удобно вырезать. Такая красивая звездочка получается, сквозная. Ну, смотрится очень классно. Так, подставка под елку. У меня она в виде вот такой многогранной звезды. И дополнительно еще вот такой вот кружочек. Это для чего? Ну, это тоже подставка. Он будет снизу, и он для глубины, скажем так, основной подставки. Тут я вырезаю так, чтобы у меня подходила елочка моя к своей подставочке, чтобы там все потом гладко, аккуратненько заходило. И размещаю этот круг под основную красивую звезду, подставочку, а потом вдавливаю туда елку. Она оставляет такой конкретный хороший отпечаток. И, в принципе, эту подставочку можно уже запекать. Елочку я запекла с белой нитью с одной стороны, вот видите, и теперь со второй стороны нужно оформить. Так как елка запечена, чтобы все хорошо у нас сцепилось, чтобы нить не отломалась, потом не уползла, ее нужно елочку обработать вот так в фимогеле. То же самое, что мы делали с пуговицами, когда наносили на запеченные звезды. Ну, то есть принцип тот же, чтобы нить хорошо, красиво легла. Ниточка немножко полежала, и уже стала ломкая. Сначала она была такая эластичная, а теперь стала ломкой, глина остыла. Вот так вот получилось в итоге. Я колечко еще одно прицепила к шарику, и посмотрите, как на елочке это все держится. Елочку я также разрисую, тоже точечками и самыми обычными звездочками. Следующая, вторая елка, третья игрушка. Из белой полимерной глины. Толщина здесь у нас примерно 3 мм. Опять-таки, толщина очень важна, потому что внутренние вырезы, которые мы делаем для того, чтобы вдеть одну деталь в другую, они должны быть по толщине, такие же, как толщина наших основных пластов. Это очень важно. Но даже если вы сделали немножко меньше, главное не сделать больше, потому что если сделать больше, оно будет болтаться. А если сделать чуть-чуть меньше, то после запекания можно аккуратненько, острым лезвием по чуть-чуть, по чуть-чуть срезать. Знаете, как срезают дерево, когда его стругают. Вот так же, по тому же принципу, аккуратненько лезвием, это вообще не сложно. Так, елочку я затонировала только по бокам, голубой полимерной, нет, не полимерной, голубой сухой пастелью. А теперь я хочу сделать очень красивые потеки из блесток. Я выбрала голубые, так как у меня тонировка голубая, и блестки я взяла тоже голубые. Хотя думала сначала сделать красные потеки, но потом подумала, не слишком ли крипово будет это выглядеть, не будут ли красные потеки напоминать какие-то кровавые следы. Поэтому я решила сделать из голубых блесток, и, конечно, мне очень понравился итог. Значит, смотрите, уфе смола, лампа, блестки, все, что вам нужно. Ну и инструмент, которым вы будете наносить смолу перемешанную с блестяшечками вашими, которые вы выберете. Я сначала по контуру наношу его, не наношу вниз, а потом вот так вот с помощью инструмента делаю потеки. По чуть-чуть аккуратно. Главное, очень важно, смотрите, чтобы ваши потеки не задевали центр вашей елки. То есть, чтобы вы потом могли вторую деталь вдеть, чтобы блестки вам, потеки вот эти вот, не мешали. Это очень важно. То есть, проведите себе зрительно от вырезанной линии, которая идет по центру елки, проведите зрительно для себя ее вверх. И посмотрите, чтобы у вас нигде там не попадался гель, ну не попадалась смола. Это очень важно. Кстати, вот эти верхние капли, верхний потек, я нанесла неправильно, и потом мне приходилось его срезать. Как я всегда говорю, учитесь на моих ошибках, чтобы потом не мучиться. Для этого вот такие мастер-классы я и снимаю. И подсушиваю немножечко уф-лампой. Подсушиваю совсем чуть-чуть, для того, чтобы схватились потеки, а потом наношу следующий, следующий, а потом уже поэтапно, ну, потом уже в конце я конкретно запекаю там в течение, не запекаю, подсушиваю, запекаю я глину, в течение там нескольких минут. Ну, это уже такое. А еще, так как липнет у меня смола, уф-смола, я потом наношу поверх нее топ-финиш, то есть для ногтей, который не имеет липкого слоя. Очень удобно. Так, клей-поксипол, которым я пользуюсь постоянно, блестки, камушки, вот такие камушки у меня есть, у них такой радужный перелив, очень красивый, и я постепенно их наклеиваю на елочку. Также смотрите, чтобы у вас не попался никакой камушек по центру, где идет вырезанная линия, чтобы вы потом спокойно соединили между собой две детали. И вот такая вот елочка в итоге у меня получилась. Вот звезда, в центр снежинок нарисованных я наклеила камушки, то, о чем я говорила, клеила тоже на клей-поксипол. Очень классная, красивая получилась игрушка. вот она елочка, которую можно просто ставить на стол. Также можно было сделать отверстие просто вверху и приделать колечко, вешать ее на елку. И вот последняя елочка, я еще дополнила потом ее камушками, когда уже соединила детали. Вот такие классные игрушки у меня получились, надеюсь, мастер-класс вам понравился и он вам пригодится, вы обязательно сделайте себе что-то подобное. Не забывайте ставить лайк этому видео, а мы с вами увидимся на следующем уроке. До встречи, пока-пока!